Все, ребят, садимся в обратную связь? Ладно. А сейчас что делать? Девушки сейчас. Мальчики, давайте расскажите, ребята, расскажите, каждый поочередно, быстренько, буквально 5 секунд, 10 секунд, какие были самые трудности большие. Что было трудно и что было хорошо? Рекомендую всем записывать как банк информации. Давайте, начинаем. Что было хорошо, что было сложно? Быстренько, пару слов. Сложно было... почувствовать первую реакцию, которая будет у девушки. Первые секунды, когда ты только это сделал, и ты первые секунды видишь, как она играла, она готова, а сейчас она не готова, либо негатив, либо позитив. В данном случае, либо повезло, либо сложилось то, что все общение сложилось удачно, не знаю, насколько кто подыгрывал, первый раз видимся или нет. Но после этого, мужчине все легко идет. После того, как он увидел улыбку, то, что девушка отвечает. Отлично. Айсбрейкинг, да? Сломать айс. Сразу, ребята, откликается, да? Первый начал, как начать. Какая идея? Что нужно сделать? Ваш опыт. Что сделать для того, чтобы этот процесс первый был легко и гладко? Можно поставить... Сейчас, сейчас его каждый думает, потом увидим. Максимально выкинуть из головы шаблон и увидеть в этом человеке конкретно что-то такое, что один на тысячу. Там либо блокнот в руках, либо смотрелось куда-то полностью построиться под него и найти что-то, что такое вот, что ни один мужчина ей не говорил никуда. У него будет, возможно, шок, удивление, еще что-то. Но это показывает то, что ты там не с заготовкой подошел, а вот немножко посоялся, почувствует. Это не пикатор, который несет конкретные шаблоны, которые на тысячу раз вышло. Что-то уникальное, особенно исходя из этого человека, да? Красивые глаза, уникальные, улыбка, как антималы, откуда вы, ой, с Индии, вижу у вас, вы в этих, как они там называются, трусы вот эти. Но в моем случае это чаще всего даже в них не привязывается, к своему особому ощущению. Потому что у меня там даже ассоциация. Ощущение, которое возникает при тем, где я подошел к ней, да? Да, вот о чем я подумал, в первую очередь, это ассоциация на 1 на 1000. Она в телефоне может 5 лет жениться, я увижу и пойму, кто это девушка. Потому что, да, вижу я что-то, какое-то уникальное впечатление, либо мысль, либо впечатление от них. Что сложно было? Что хорошо было? Отлично было, когда мы полностью во внимании друг к друге были, и никто не отвлекался по сторонам. Как вы это сделали? Это вот мне было очень интересно что-то, вот, и, как правило, она интересна, а ей она сама еще интереснее. Что позволило вам быть вот в этом внимании, ей быть в внимании того, что вы рассказываете? Вот, вот, ее четкое понимание, то, что я сейчас не ерунду какую-то буду вешать, а говорить конкретно о ней, то, о чем она не знала, не чувствовала. То есть, ощущение ее полностью вовлечения за счет того, как минимум ей интересно, что этому человеку отменено на том, Я подошел с интересным форматом, уникальным, который ей интересен. Можно так сказать? Да, да, да. Записали, замечательно. Следующий мужчина в прекрасной футболке, что вы хотите сказать? Я хотел сказать, что позиция, что эта девушка, с которой я общаюсь, она как будто мой старый друг. Эта настройка помогает очень быстро настроить хорошие взаимоотношения и самопонимание о беседах. Снимай стресс, да? Я похожу, типа, познакомая. А можно теперь я отвечу? Это было очень страшно. Привет, братан! А, вот так, вот так? Какая ваша реакция была? Ну, я... Шок, конечно. Да, у меня был шок. Приятный или страшный такой закрытый? Нет, у меня просто был шок. Я даже не знаю. Ну, я не смогла сразу ответить. Как вы считаете, если мужчина в реальной жизни подошел с нас знакомиться, какая вы бы... Нет, это было не совсем привет, братан, но это выглядело примерно так. Нет, так мы с ней еще переговорились, поэтому я знал, что я могу... Ну, бросал ее. Так, как... То есть, реакция обратная какая, да? Да, я следил реакцию, потом поменял свое положение, но я делал... Что было хорошо в вашей ситуации? В моей ситуации было хорошо, то, что я делал то, что я хочу, это проявлял свою истинную личность. Я не пытался никем противиться, я делал то, что я хочу. Отлично. Что было тяжело? Сложности были? Никакие. Не было, отлично. Обратную связь дайте, быстренько. Что он сделал хорошо, что он сделал нехорошо? Нет, ну... Да, это все, в котором он вверх, конечно, с одной стороны плохо, а с другой стороны я понимаю, что это хорошо, потому что у нее внимание уже все было... На него упало, да? Да. Отлично. И сразу, что делать дальше? Чтобы вы посоветовали ему улучшить? Ну вот, и снять немного агрессию, которая у нас в крови. Агрессию, отлично, замечательно. Кто был партнером Артема? Дайте обратную связь. Во-первых, у меня супер, что он умудрился, он мне взять телефон, больше никто с другой. Почему? Да не взял, он мне контактный. Отлично, хорошо. Один из... А нет, кто сказал, встретимся в этом же месте, мы тоже поляр. Так, хорошо. Это было не плохо, но это хреново, потому что я обычно путаю места, забываю, убираю. У меня просто сразу... Такое было, да. Потом у меня искал три дня, да. Взять номер, если она интересна. Если нет, то нет. Еще мне понравился контакт с глазами, это очень важно. Когда парень что-то выдумывает и ведет глазами, мне не сильно хочется продолжать с ним разговаривать, просто над Ленинг я должна продолжать. Ребят, мотаем на уст, да, слышите? Но контакт с глазами это супер, мне это важно. Смотрим глаза как-то, да? Да. Единственное, ассоциация, ну, это, голубой маней платьишко с морем, я сразу же поняла, что ты такой романтичный капитан. У меня нахладывается больше всего. Да. Но это не мой тип мужчины, мне нравятся жесткие мужланы. Поэтому я сразу тебя отсеяла. Но почему-то дала тебе на телефон. Ну что-то было такое. Мальчики не двойственные, особенно от близнецы. То есть если кто-то любит впечатление, значит он посидит там в БДСМ. Ну, впечатление, да. Супер. Отлично. Ребята, мотаем на уст, да, как девушке нужно... Даже если он не ее типаж, да? Не ее типаж. Что было трудно, сложно было? Сложно тебе? Наоборот, на грудливое время уже там разбегаться, а мне интереснее было что с людьми было натянуто с ним. А с ним не было. Это было хорошо. Какие сложности были? Сложности? А, чуть-чуть низковато. У меня... Да. Моя биатруля шеет. Зона комфорта, ребята. Зона комфорта. Как я чувствую? Ребята, как чувствую? Хороший, это важный момент. Минучка. Зона комфорта. Как я чувствую? Если я подошел к человеку, человеку некомфортно, он будет либо от атака сходить, либо отойти, или куда отойти. Окей? Либо, если не отойти, никуда отклониться, он будет закрываться. Окей? Я должен считывать. Окей, хорошо. А что, кто партнер? Дайте обратно взять. Дайте, пожалуйста. Все хорошо. То же самое? Что-то новое? Скажите. Не, молодец. Он старался говорить про... Розпитывать о людине на футе мою и та цікава. Он рассказал мне, сказал, что Олеся там много про меня рассказывал, там не робил комплименты, ну и пошел. За счет чего вы вступили в ней в контакт? Ребята, кстати, когда вы в интернероке просто говорите, вы даже не симулируете, что человека не знаете вообще. Видите себя как stranger. Я закрыто не знаю, ты должен открыть меня как цветок, чтобы я раскрылась, окей? Это симуляция. Будет реальнее делать, тебе будет лучше практика. Давайте открытые вопросы. Открытые вопросы. Вот, я сказала, что он за нас был спросив, а я этого не увидела. У вас такая зона. У вас такая зона. Он не был в первую очередь, когда нет ничего. Так, хорошо. То есть, это мне не спрашивает. Дядь, ты можешь позвониться в этапе? Уже потом приедем. Я спрашиваю, потому что это важно. Это покупает. Я не хочу слов. Я двум девушкам лез в зону хаппорта, я еще семья влезу. Девочки, девочки, будьте ребятны, здесь не ходят. Здесь не ходят. Да, Я еще звоню в зону хаппорта, у разных девушек. Одна разная. Хорошо, ребята, заходи. У нас ей мало подъехали, чтобы все попросили. Так, что было с положительной? Быстренька, с положительной? Что рекомендует ему? Обратную связь? Зачем поработать? Лена, молодая. Молодец, да. Так, а извините, там девочка еще. Пожалуйста, как представляете тут, Лена. Лена. А в чем? Сложность, если парень забывает, о чем он хочет, о чем он идет речь, то есть нужно быть собран. Конечно, нужно быть включенным, в ситуацию. Это не у меня. Что значит он забыл, о чем? Четко скажите. А мы его сейчас заберем. Конкретно потом скажем. Хорошо, о нем скажите быстренько. Артемия. Молодец, он нашел быстро о чем поговорить. Во мне, о яблоке, вот, и... Как, кстати, он подошел, с каким разговором подошел, когда вы яблоко кушали? Как он подошел, когда вы яблоко кушали? Что он сказал вам? Единственное, как подошел, фишка, вы говорили о том, что нужно включиться, вот, повторить, повторять, или что-то такое. Для меня это не очень комфортно. Я разбираюсь, как бы, в людях, если они пикаперы, как бы, и, ну, мне на подсознании. А когда это будет? Вот когда вы яблоко кушали, человек пикапер, и когда он искренне подошел? Ребят, слушаем. Я, 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 я что скажу, он искренне подошел. Так. Я просто, как бы, актунировал это почему-то. Он подошел искренне, но позу повторил. Для меня это, как-то... А это было неестественно, да? Неестественно было, да? Наверное, просто неестественно, да. Ребят, окей, понимаю, да? И зона комфорта, да. Когда есть, я делаю какие-то техники, и я не являюсь частью... А, пев, пев, я, когда я делаю какие-то техники, которые где-то изучил, но они не вжились в меня, я неестественный в нем. Я, американский, это... Американский, я знаю, должен улыбаться. Ну, я не улыбаюсь. Вы, вы это видите? То же самое, это, я присоединился, то как-то это у меня угловато получилось, там... Вспомнил? А надо же, да, яблоко кушать, окей? А вы еще яблоко кушали, да, окей? Должно быть, что? Мы должны вжиться, мы должны тренироваться этому, чтобы это было естественно, мое второе я, часть меня, не искусственно, окей? Забыть об этом полностью, оно есть у тебя. И как девушка говорить, девушка, что, что должно быть естественно, если это искренне, естественно, there is no difference between pick up and the reality. Я это реально делаю, или я это наигранно, нет разницы, потому что я это делал реально, часть меня, и она это сочетывает. Окей, реально должно быть, да? Результат реальность, что изучил новую технику, освоил ее на автомате, чтобы она не был 5, а вот ты это тренируешься, что-то обрабатываешь, окей? Что еще хорошее можно сказать? Какие сложности? Насчет других парней. У него есть тогда? Слишком близко. Близко. Дистанция, мы это уже отметим, да, сессия. Представь, Евгений. Евгений. Евгений с кем работал? Ну, с несколькими девушками. Давайте начнем с первых. Расскажите о своем опыте, расскажите о своем опыте. Что хорошо было, что нехорошо, со всеми, и в поведении опыта. Они отбудут вам обратно. Значит, то, что хорошего было, ну, первое, что я делал, я подходил, когда я пытался отменить некоторые факторы в девушке, за которые могут зацветиться, то есть, темы для разговора. Например, у кого-то из них там, ну, да, в случае там, татуировка, у кого-то там браслет другого цвета, у кого-то там штаны другого цвета. То есть, я сожжал, и по каждой девушке выставлял 2-3 фактора, за которые можно завязать разговор, чтобы он потек своеобразным. То есть, это первое. Второе, я стал... Ребята, что осознали, да? То есть, что такого, на что я могу обратить внимание, что-то не особенное, о чем тема разговора. Какая тема, прическа, маникюр необычный, что такое необычное, чтобы это было естественно. Я говорю, вау, у вас такое классное платье, где вы нашли? Чтобы это было естественно, а не какой-то затрыпанный браслет, я говорю, ой, какой у вас классный браслет, это сказка написанная, где вы его нашли? Английский лыб. Найти что-то такое действительно уникальное, особенное, и что ей это будет приятно, как комплимент. Ой, какие у вас классные волосы, какие глаза, или маникюр. Подчеркнуть эту особенность, да, что она, вау. Мое мнение, классно, когда не просто подчеркивают классные волосы, а что конкретно нравится. То есть, просто сказать наедина, обычная фраза классная, красивая, ты такая красивая, или у тебя такое красивое платье, но какой мужик будет интересоваться разными платьями, ну это как бы уже по-приори. Конкретика, да, тем более помню, что девушки очень ориентированы на детали. Она, и особенно видимся, что-то она очень уникальна, что-то она, если она, если она закручила, много закручила волосы своей бигуди, поверьте, она будет это очень хотеть, чтобы все это видели, сколько времени она подать на эту бигудиушину. Да. И если скажешь, вау, какие у вас закрученные буги классные, вы, наверное, очень много времени на это тратите на. Да. Как классно, что вы это заметили. Хоть один человек это увидел, а то все ходят, и я тут столько времени тратил, а на вот этих игрушек никто не видел. Спасибо, ты мой герой. Да? Да. Благодарны сразу. Вот она штука. Поэтому, поэтому... даже очень красивая девушка, среагирует, ну, она вот такой вот такой, потому что далеко не кажется, потому что банализ не дает. Да. Ребята, помню, что девушки, сейчас подведя, что вы тратите, а девушки тратят много времени, чтобы нам засветиться, показаться. Они часы тратят, чтобы выйти куда-то. Мы одели футболку, штаны и побежал. Ей надо минимум час собраться, что я же красиво должен выглядеть. И если мы, обратим внимание, подчеркнем, скажем, благодаря, что ты такая, то сделал, то, то у тебя подобраны красиво туфли, цвета, платья, гамма, ты, наверное, творческий человек, и у тебя хорошее, тонкое чувство, вкусное и так далее. О, вы, наверное, в Индию видите, как прекрасно. Я вылезал в Индию, видел такие самые платья. Какое особенное у вас красивое саре или там платье, что это есть. Ей приятно, что это особенное, она вложила туда. Окей? И это уже хорошее начало breaking the ice, начало разговора, разогреть. Самое главное, что, как сказал Отем, и мы все знаем, да? Первая минута, три секунды, пять, семь секунд, уже можно определить, или человеком стоит общаться дальше или нет. Все, подсознание работает, у меня есть шаблоны, а нет, уже просканировалось быстро. Тело, лицо, глаза, тон голоса, фигура, осанка, все, я уже знаю, мне нравится или нет. Но я могу сломать этот шаблон, если кто-то пойдет до, чего я не готов. И моя задача, представиться в максимально лучшем виде. И это первое будет, когда есть улыбка, когда есть что-то, юмор какой-то, ломает все. Все ломает. Либо как чужак относится к ней, если он хвалит ее, значит, она там не смотрит, а там толстый, некрасивый. Именно комплимент, я нашел для себя слово похвалить. Если в компании незнакомый мужчина сыт, она просто смотрит, как он ко мне относится. Если хоть раз похвалит ее, то он понимает, вау, это человек ко мне классно относится, или улыбка, он классно относится. Что вы делаете? Я хотел спросить, negative hit, negative hit. Используется ли он вами, и когда вот девушка красивая, и... Что вы имеете в виду, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что вот некоторые... Знакомься сначала с девушками страшными, потом с хорошими? Нет, нет, нет. Знакомься с красивой девушкой. Девушка их не воспринимает серьезно, как будто, ну, типа, морозится, скажем так. И они ей делают такой комплимент с подколом. якобы красивые ногти, жаль, что есть... Так, это пикап, это пикап, мы сейчас об этом не говорим. Девушка, сколько у вас рост? Метр восемьдесят, а без каблуков? Да, да, да. Окей? Я спрашиваю в том, что это реально работает, потому что пикаперы их используют. Мы сейчас не... Вы забудьте... Я не пикапер, я не даю пикаперскую технику. Есть пикап для семейных отношений. Мы сейчас... Это немножко в сторону лифта. Не то, не серьезно. Если ты скажешь, какие-то таких лифт для серьезной девушки, для вашего возраста может быть, но если мужчина, который хочет... Я же буду со своими сверстницами знакомиться с вами. Давайте так думаем. Для вас это подойдет. Мы сейчас говорим здесь о серьезных отношениях, серьезных вещах. И более фундаментальные, основательные. Это уже более глубокая техника, более основательные. Попроще, попроще. Можно от вас продолжать. Давайте закончим, ребят, закончим. Как вас зовут представить? Евгений. Евгений. Еще такой момент. Я там пару раз не совсем использовал подстройку. То есть таким образом. Я пытался вытащить общее в себе и в девушке. Хотя бы в мелочи. Вера помню, да, он обойтел что-то хорошее, такое особенное, на это обратил внимание. Так? Ну, не обязательно. Допустим, я просто нашел тему общую, которая нас затянула. Вот мы сразу начали общаться только в этой одной теме. То есть не перечислился в другой. Допустим, вот я использовал с кем? С вами. Язык. То есть, допустим, вот девушка начала говорить на украинском, я с ним перешел на украинский язык под теосов. То есть пришел к другой. Соответственно, ну, то есть она на русском. Я перечислил. Какая реакция была, когда вы разговались на украинском языке? Ну, мне было все равно. А? Вам? Она плохая. Подстраиваться не нужно. Украинский язык. У меня есть ответ по этому вопросу. Скажите. Ты затянул начало ваших разговоров, начали у меня спрашивать. Ой, ты мне отвечаешь по-русски, я могу с тобой тоже по-русски. А я тебе думаю, что мне не проблема на каком. Я могу и по-украински. И вот эта бессмысленная там три пары фраз не надо вообще... Не затягиваем догод, не затягиваем какой-то один вопрос. Двигаемся дальше. Я действительно вижу, что он не работает, ты имеешь в виду что-то другое. Молча переключаешься, наверное, ты все не поменялся. Окей. Что еще было хорошего? Ну, хорошего еще было, в принципе, вот я же буду сказать, что с некоторым девушкам приходилось, ну, ты не все хорошая, ну, так, хорошая, плохая. С кем-то в кем увливаешься, как говорится, и начинаешь обсуждать уже так естественно. И исчезают как бы все барьеры, и муж спокойно говорить, там, не задумываясь о том, зачем даже подошел, там, секс, не секс, там, семья, не себя, просто, как интересно. А с некоторым приходилось, как бы, ну, да вбрасывать моменты, чтобы подцепить еще, подцепить еще, и вытянуть из девушки информацию о том, вот, например, а зачем, а ты с кем, а... Как вы это сделали? Ну, просто под... Не знаю, как трудно объяснить. Ну, и само собой получается. Можете поделиться, чтобы другие знали? Само у вас основанно подойти к этому. Ну, не знаю, девушки, кто с ним работал, дайте обратно сказать. Если пользовался фактор времени, допустим, вот, например, не тот цвет бейджика, да, почему-то на фестивале меньше дней, там, да, а с кем ты, то есть, ну, и так далее. То есть, как-то вот, а в судьбе фестивально-организационный попу, и мелочи, да, контекст. Хорошо. Мне кажется, что-то больше, чем он сейчас бы не выявил свою маму. Но я это сразу удивило. Потому что ребенок не так, в общем, он начинает... Как Симпуча говорит о своей маме? Он сначала рассказывает, что мама занимается танцем, но я тоже, наверное, что она занимается танцем. Но я сейчас рассказываю, каким танцем она занимается, но если она справится ей житьям, то видится, я пусть приема сразу. Как вы узнали, что с ней хорошо на эту тему говорить? Евгений? Не про танцы. Я посвятил ее на тему родителей сначала. Почему вы начали эту тему? Я не начал. Она просто упомянула это в другом контексте. Но это была засыпка. Как вы принула родителей? Я сказала, что я с Патюшком себе приняла, ничего, а там на пару дней выехала. Отлично, да? Отлично считает информации, да? Да. У меня эта засыпка сталкиваем дальше. Почему с мамой, с папой, да, можно подумать, что она близка к родителям и так далее, да? Тему развивать можно. Замечательно, здорово. Какие были сложности у вас с ним? С ним не я, с ним не просто. Отлично. Кто сейчас с ним был в паре? Я даже была, ну, Никол. Общаться в крови. Вот это вот определение длительности. Вот это сейчас. То есть, не важно. Что угодно, это затянулось, да? Затянулось. Надо было быстро переключать, обрезать. Я с Жениной была в паре, а в один курсе, что он там дивился, за что можно защипать с разнову, там, повер, браслетик и так далее. Я хотела сказать, что, как бы, тут прямо не встречать уникальность, потому что, когда 5-6 ты проходишь и пытаешься повер, браслетик, он немножко уже, как бы, смазывается. Это как темы табу, вот, возраст, как, на каком языке разговаривать, какие-то там... А это, кстати, не официально табу можно, например. Не, ну, ну, первые минуты лучше избегать. Хорошо, хорошо, здорово. Так, девушки, кто еще? Кто еще не говорил? Вы, признайтесь, пожалуйста. Сейчас за негативные можно? Негативные, скажите, да. Негативные, я скажу честно, сбивала очень сильно, потому что у нас искусственный формат, и вот это, ну, как бы, то, что это нереально, это тренинг, и все, 15 секунд, 15 секунд, и он дернулся. Нет, нет, это нормально. На платформе метро раз в две минуты ездит, и толстый. Ну, мы же не говорили с вами там метро, мы еще не подошли на вход, и мы так сам, простая ситуация. И вы должны пиццы в это время, потому что, в самом деле, человека нет времени, подошло метро, что угодно, вам надо... Вы, вы должны уметь это сделать. Мы сейчас сделали что? Мы сейчас, я вам сейчас дал возможность показать, над чем надо работать, чего не хватает. Мы еще много еще не изучили, да? Что вы знаете, ну, с чем надо работать. На следующие занятия будем отрабатывать. Сейчас у нас просто, чтобы вы знали, программка, что надо делать, окей? Что еще сложно было? Ребята, пожалуйста, следующий, это не тренинг это будет проходить. Пожалуйста, когда вы работаете, представьте реальную ситуацию максимально, что я человека не знаю. Я занят своими делами, взошла в свою медитацию, в свои яблоко, в свою книгу, что угодно. Девушке должны отвлекаться. Абсолютно не считать, что он подойдет. И вы должны, кто с мальчиком подходит, таким образом, чтобы действительно девушка, первый раз вижу, как это, тогда будет реальная ситуация. Симуляция должна быть реальной ситуации. А не так там, ну, давай. Сейчас давай отсюда пойди в реальную ситуацию, и уже не то будет. Потому что нету реальной тренинги, а она будет реальной тренинги. Окей? Следующий, кто у нас? Кто готов? Кто готов? Я готов. Меня зовут Артем. Хорошо. Что было позитивного? Да, да. Что было хорошего, что получилось у вас хорошо в тренинге? Что у меня получилось хорошо? В съеме. В съеме. В начале представления с себя, я вот так, потом отметил, что я говорил, вот, здравствуйте, меня зовут Артем. Как это воспринималось? Ну, почему-то мне это легко шло. Так. Как это понимали девушки? Ну, тебе легко шло. Ну, вообще хреново, так неинтересно. А вы с ним работали, да? Ну, да. Ты подошел из двух такой, меня зовут Артем. Ну, как бы не региональный скрым. И, ну, можно было бы какой-то нейтральный вопрос. Ну, вы же так на гибриде. Да, кстати, можно по этому поводу добавить? Ради? Вот, ну, я из своего опыта, имя никогда вот так вот не называется, то есть, ну, как бы сразу подходит, человек говорит, как тебя зовут, а меня так. И ты же забыл. Обычно, да, и ты же забыл. Обычно делается первый вопрос, а потом уже, как бы, ой, да, мы же не познакомились, как бы, а как тебя, да? То есть, я забыл спросить сразу, ну, так вот, переходит человек. Кого откликается, ребят, записывайте. То есть, продолжайте. Что хорошо получалось, вписаться мысленно в, именно в пространство, то есть, говорить о сказочном городе, да? Ситуация, в которой мы находимся. Да, да, да. Где купить яблоко, да, там, там будет барабанное шоу, вот, тренер, были ли вы раньше на сказке, где были, вот, поляна. Вот, из этой темы было легко, удобно стартовать. И вот, ощущение пространства, вот, которое... Что еще конкретно, что было хорошо в вашей технике? Вообще не... Можно было ввязывать разговор дальше и дальше, и... И он шел, 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 шел. Вы только эту технику использовали? Общее инстанство? Зачем были какие-то другие вопросы? Ну, я говорил о себе. Хорошо. Что было сложно, скажите? Сложности какие были? Сложности. Я иногда терялся. Вот, девушка... О, не, да, я почему-то вот... Ребята, не разговаривай с тобой, пожалуйста. Что именно говорить? У меня были какие-то паузы, я вот иногда терялся в вопросе, вот, что сказать девушке. Не знал, что сказать дальше. Да, не знал, что сказать дальше. Ребята, быстренько подкали. Я просто сказал, да, какие у вас красивые глаза у вас, по-моему. Ребят, давайте, что можно подсказать человеку, чтобы был набор вопросов. Разве они заготовлены? Я тоже, я вот, как-нибудь спрашивал про яс. Артем, я понял. Сейчас мы решаем вопрос, пытаемся. Чтобы я... Когда я подхожу, мне должен быть набор вопросов. Девушка, вы с фестиваля? И я на это построю свою теорию. Она говорит, нет. Бум, провал, что делать дальше? У меня всегда была схема разговора по фестивалю. А я с фестиваля, приходите к нам. Значит, должно быть несколько вариантов выхода ситуации. Несколько заготовок. Вы сказали, нет. Окей. А вы спортом занимаетесь? Или вы... Как вы попали сюда? Нет, там нет. Придется... Какие-то должны быть... Несколько вариантов. Я считаю, эти шаблоны не могут действительно помочь новичкам. Потому что есть моменты, если сейчас говорить привет, дальше по ситуации, пусть он рождается внутри. Если человек... Хорошо, если я уверен, у меня рождается внутри. Я уверен, я расслаблен. А когда я выхожу на сцену первый раз, и я забываю, что я должен сказать, то какая у меня? Заготовочки. Да, должны быть заготовочки. Это же самая ситуация. Я по ситуации примирялся к этой ситуации. Но я... Я ожидал, что ситуация оказалась другая почти. Это то, что там получается шаблон. Я не считаю, что я применил, но девушка оказалась достаточно про другую начало. Как вы применили ситуацию? Ваш опыт? Потерялся. Потерялся. Какой выход может быть в такой ситуации? Как вы сказали, на первом вопросе. Придумать... У нас... Мы будем дальше говорить, когда мы говорим ситуацию, когда видим человека 10 секунд у нас есть в лифте. У меня должны быть наготовленные шаблоны. Кто я? Я лайф-коуч. Ярослав Баранцов, помогаю в семейном и безвестном отношении. Если у вас нет вопроса в семейном отношении, вот моя контактная информация. Ведодом.ком. Должна быть каждая своя наработка. До автомата. Если это сердечно, искренне, чтобы это было не... Мы говорим про сердечность. Окей? Мужчины, запомните на всегда вопрос, чем ты занимаешься, кем ты работаешь. И просто заточите идеально. Но это... Номер один, что вам нужно сделать. Исходим из тех ценностей... Я бы сказал так, из тех ценностей той женщины, которую я ищу. Если я ищу спортсменку, значит, я должен упомянуть обязательно какое-то ключевое слово о спорте. Окей? Если я ищу спортсменку, она спортсмен... И обращаюсь к спортсменке, я говорю про науку, ей пофиг, что ты там сказал, не катит. Ключевые слова, которые обращены от ту информацию человека, которого я ищу. Окей? Мне так кажется. Кто еще? Сложенцы сказали. Сложенцы сказали. Девочки, дайте обратную связь, пожалуйста, быстренько, человеку. Что ему нужно было бы хорошо, что было бы недостаточно, что нужно улучшить. А можно вам подправить мою критику насчет имени? Потому что у него немножко уточнение есть. Он жестко, ты жестко. Я ей сказал, привет, Артем, да? Понимаешь, ей это не понравилось. Возможно, это было в моей Астоне резкая такая смена, типа... Имеет смысл, посмотрите... Ребята, все друзья, ребята... Топ, 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 как зовут? Алексей. Алексей, ну если ты смеешься, команда, ну что это, ну это не бывает, ну чувак, ты что, я сейчас трог дам, лопрекник. Ребята, давайте это, ну подружнее, чтоб это приятно было, чтоб это... Вообще, обратная связь, ребята, напомню, на будущее, ребят. Обратная связь Обратная связь всегда дается в форме бургера, сэндвича, бутерброда. Даю хорошее, что есть, потом на чем надо работать.